Всем добрый вечер, мы продолжаем суббитационной послематчевой пресс-конференции. Гус Хидинг нам поможет, Дженни переводим. Начнем, наверное, по традиции, да, с краткого комментария по игре. Лужники, это один из всех стадионов, где ты можешь иметь некоторое влияние на линии запасных скамейки. Не слишком далеко, поэтому у меня горло сейчас очень устало. Очень рад сегодняшнему результату, это большая победа. Не только результату, но и рад игре в нашем исполнении, за исключением первых 20 минут, когда инициатива владел Спартак доминировала на поле, но действительно, наверное, стопроцентных шансов у них не было. Мы забили два гола сами, один гол был автогол, вынужденный автогол, который хорошо сыграл Ахмедов в том эпизоде. Также мы довольны тем, что несмотря на то, что в последние дни мы потеряли несколько игроков, по различным причинам, которые не смогли сыграть. Те игроки, которые сегодня вышли, которые не так часто играют, они сделали очень хорошую работу. Я бы хотел их за это поблагодарить. Никто в команде не жаловался, что у нас не будет ряд игроков, все готовились к матчу. И я на самом деле горд своими игроками, что те, кто сегодня вышли, так сыграли. Отличный футбол, Степанов. Насколько на вашу игру повлияло последние отрицательные оценки прессы? Первый вопрос. И второе, какие-то наработки, что ли, или какие-то загадки, которые вы поставили Спартаку, сработали? Если можно, тоже поделитесь. На самом деле, я не так много читаю откликов. Я не понимаю немного русский язык, но не настолько, чтобы все читать. На самом деле, наверное, отклики имели место быть. Хотя, несмотря на то, что в последние игры с Динамо мы играли неплохо, опять-таки, благодаря нелепой случайности пропустили гол. Но, в принципе, играли организованно. Да, мы не забивали. У нас были проблемы в завершающей стадии атаки. Но, в целом, нам не нужны какие-то отклики со стороны. Мы сами знали, что не хватает в нашей игре. Мы достаточно самокритичны. И, к счастью, сегодня мы забили. И нас порвало. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.